Всем здарова, пацаны! Я думаю, вы помните, как я делал свой телефон iPhone 7 зелёным. Да, я заказывал зелёную плёнку, мне очень нравился зелёный цвет, волосы свои я красил в зелёный цвет. И я подумал, а почему бы мне не перетянуть свой iPhone, да, почему бы не поклеить сюда плёнку? Потому что красный цвет, да, он как бы крутой, но я уже три месяца с ним хожу и хочется чего-то новенького. И я не стал заказывать зелёный, да, зелёный уже как бы надоел, зелёный уже я клеил, я решил заказать другой цвет. Я заказал фиолетовый. Фиолетовых iPhone'ов ещё вообще ни у кого не было, наверное, это я буду единственный с фиолетовым iPhone XR. Короче, мне пришла эта плёнка, шла она что-то очень долго, почему-то около двух месяцев. В прошлый раз на iPhone 7 мне плёнка пришла быстрее. Я уже готов был спор открыть, но вот вчера получил эту посылку, так что всё, давайте сейчас я распаковываю, и iPhone у меня будет фиолетовым. Итак, вот она эта посылочка, главное сейчас не порезать саму плёнку, аккуратно открыть. Как бы тут её открыть-то, ё-моё? О, всё, надрез сделал. Плёнка стоит примерно 2 доллара, очень дешёвая. Так, вот она как выглядит. От той же компании, от которой я брал зелёную плёнку. Посмотрите, какой красивый фиолетовый цвет для iPhone XR. Здесь все вырезы уже есть, под камеру, под вот эти кнопки. Давайте сейчас я её открою, покажу вам, что здесь есть в комплекте. Ну, сама плёнка, и всё, а кроме плёнки больше ничего нету. Но нам нужно ещё протереть заднюю вот эту сторону, чтобы не было никаких пылинок, вот как здесь у меня, видите, да, много пыли. Сейчас я возьму специальные салфетки, протру свой телефон, и потом уже приступим к поклейке. А нет, ребят, смотрите, я просто не заметил, здесь уже в комплекте тоже есть тряпочка, вот как раз ей я и протру. Точнее, не тряпочка, а такая как бы салфетка из микрофибры. Итак, всё, я всё протёр, теперь достаем саму плёнку, и вы видите, что здесь есть вырез под яблочко, здесь есть вырез под камеры. Сейчас нужно как-то это всё убрать. А хотя давайте потом уберём, давайте сейчас я её отрываю. Вот, я, короче, взял циркуль, и сейчас циркулем выдавливаю все вот эти лишние элементы. Отверстие под кнопки делаю и убираю. Фух, ну чё, начинаем клеить. Надеюсь, всё ровненько получится. Правда, вот здесь снизу я ещё не доделал отверстие, но это я уже потом на телефоне сделаю. Всё, погнали. Так, ну всё, первый этап готов. Сейчас ещё нужно феном пройтись, чтобы всё это до конца хорошо прилегло, потому что вот здесь немножко не проклеилось, видите, да? Сейчас я принесу фен и всё до конца доделаю. Ну чё, ребят, готово. Вот так сейчас выглядит мой iPhone XR. Ну знаете, если честно, как-то iPhone 7 зелёный выглядел круче, мне кажется. Да, это тоже выглядит неплохо в фиолетовом цвете, но как-то с семёрочки зелёный цвет больше шёл. Здесь вот осталось красное обрамление камеры, красные кнопки, красный рычажок. Здесь вот я немножко не попал в отверстие, то есть не совсем ровно у меня получилось. Ну, короче, как-то так. Здесь нужно иметь просто прямые руки, чтобы всё аккуратно получилось. У меня получилось где-то на четвёрочку с минусом, я думаю. Ну, ради эксперимента можно и с таким походить iPhone. Уникальный iPhone, фиолетовый XR, ни у кого такого нету. Я оставлю ссылки, где можно купить такие же плёнки для других iPhone. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!